День сегодня для Москвы необычно солнечный. Я бы даже сказала весенний. Хотя еще только 21 февраля. Если плохо слышно, то это шум Москвы. Я двигаюсь вдоль улицы, где автомобили, где люди ходят. Идет обычная жизнь. Я уже сходила в пенсионный фонд, подала заявление на оформление статуса пенсионера. Ольга Владимировна... Так, и написала? Не написала, извини, написали. Краснорочкой напишу. Давай покрупнее. Эх. И там, как это было для меня не странно, все прошло просто практически гладко. У меня вот такой вопрос. А по поводу, каким формулам считают? Слушайте, вы знаете, смотрите, когда это все обсчитывается, Вот. Значит, я могу вам отксерить и отдам вам... Да, вот посмотреть. Потому что я так поняла, что по закону, как бы, я имею право выбрать, какой вариант меня там вышло. Нет. Как? Машина выбирает сама. Да вы что? Конечно. То есть мы дожили до того, что машина за нас решает? Но она и в пользу пенсионера, не в пользу... Не в это... Не в ход чувства. Да? Серьезно. А какой вы можете выбрать этот, как его, вариант? Какой у вас вариант? У вас стаж заработок, ребенок. Какой еще вариант? В общем, документы приняли. Сказали, живите спокойно, не дергайтесь, не засоряйте себе голову никакими расчетами. Ожидайте. Вам позвонят и вызовут. Так что я теперь в ожидании светлого будущего, то есть пенсии. И теперь двигаюсь в сторону метро. Пиляева. Ну что, пойдем? Сегодня даже голубое небо видно. Что удивительно. Это район университета Патрисово-Момбы. И здесь очень много молодых людей. Видимо, у них закончились занятия. Они тоже куда-то идут по своим делам. Станцию Биляева открыли в 1974 году. И почти сразу же после открытия я на ней побывала. Меня пригласила на свой день рождения подруга, с которой мы вместе учились в интернате для детей с заболеваниями позвоночника. Теперь захожу в любой транспорт по социальной карте москвича. Правда, она временная, еще не очень красивая. Может быть, потому что я не очень похожа на пенсионерку, у меня все время требуют паспорт. Как доказательство того, что я имею право на бесплатный проезд. Ой, помню, вот особый такой запах вновь открывшейся станции. Очень сильный запах. А интерьер станции показался мне тогда очень скромненьким и простым. Он и сейчас такой же. В московском метро доступен бесплатный Wi-Fi при наличии российской симки. Это заметно, правда? Станция Автозаводская была открыта 1 января 43-го года. Даже во время войны не останавливалась строительство московского метрополитена. Сооружена станция была по индивидуальному проекту. У нее колонная конструкция. Когда я бывала здесь в детстве или юности, эта станция метро всегда мне больше напоминала музей. До 1956 года станция носила название «Завод имени Сталина», потому что вблизи нее располагался автозавод, который на моей памяти назывался уже ЗИЛ, то есть завод имени Ленина. Ну вот, вышла из метро и по улице Мастерова двигаюсь как раз в сторону бывшего автозавода. Сворачиваем на улицу Ленинская Слобода. Это бывшая промзона Москвы. И вот как раз на улице Ленинская Слобода располагался автозавод имени Сталина. Затем его переименовали в автозавод имени Ленина. А теперь в здании завода находится бизнес-центр. Бизнес-центр Омега-2. И вот это вот очень много бизнес-людей. Все работают. Машины. Куда без них в Москве? Конечно. Это мы уже встретились с Ольгой. Такой графинчик маленький. И будете его пить. И там еще можно было соломинку вставить. Такую небольшую. А можно что-нибудь действительно там. Чай китайский с хризантемой. Там жасни. Друзья с Фейсбука. У меня очень много друзей с Фейсбука. Я познакомилась с замечательными людьми. Мы с ними дружим много лет. Поэтому это здорово. Сейчас в понедельник. Я улечу в Пратиславу. Это все пора быть. Это все пора быть по новому проекту, который вот здесь у нас. И там еще такое движение огромное. Это международная площадка. Словакии там еще нет. Моя задача ее завести. Сейчас, если мои дела сложатся так, что у меня появятся партнеры в Ратиславе и в Праге. Это моя задача там бывает часто. Это моя задача. Это моя задача. Красивая. 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 Ты думаешь, он уже заболелся? Да. Отлично. У нас есть ножки? У нас есть ножки? Самое главное, ножки у нас. Так. Куран. При этом все, Олечка, пишите. Вот вилка и ножки. Вилка, ножки, 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 ножки. Потому что больше никак. И сегодня, у нас скоро мастер. В последние годы не нужно есть, но что-то я прям не хотела. Ну, не встала. Про блины сегодня. Ну, как бы я не особо, ну, прям любишь, но что-то прям охота не было. Ой, а я люблю. Блино? Да. В детстве привыкла. Да. В общем, это же трудно сказать. Возможно, когда-то вдруг это со мной получится. Ну, что? Как? Да. Я смотрю, там гвоздичка к моему. Да. А потом придумала, и где-то вот здесь. Думала, ну, для того, чтобы к окошечке я готова и сейчас запринять этого. Процедуру. И чё, ты сделала? Николю, естественно. Вот. Это уже Света к нам присоединилась. Ольгина подруга. Она работа подождёт, да? Да. Класс. Молодец. Я всё сделала, там. А ты только вышла, мне, естественно, звонили, но я ничего не потеряла. Я перезвонила, все дела, сделала все. Мне кажется, важный результат. Да. Про агрессивную гору. О, правда. Агрессивный, давай, тебе сдавай. Нет, ну, правда, Оль, ой, вот, вы знаете, вот потрясающе. Вот это вот, вот, наверное, то, что я чувствую. Вот сейчас вот. Почему я никак не могу принять Москву? Вот сейчас вот я говорю, я приезжаю, чувствую тут какую-то вот агрессию со всех сторон на тебя. Можно передвигать? Смотрите, на самом деле агрессии такого нет, это как мы это чувство мы не воспринимаем. Я честно скажу, был период, там, сколько-то лет назад, я специально ходила там на Кудникурске, и вот наш священник учил затормаживать, вот идти, не вот так вот тут, а вот как мне, удобно, комфортно. Все, и я не включаюсь в эту толпу, я спокойно иду, мне комфортно, хорошо. Все. И они меня не раздражают. Ну, в принципе, я и так могу. Но когда нужно, я замедляюсь, и все. Ну, спокойно иду, там, если я же кто-то толкну, толкну. Кстати, это как сосуд, да? Вот я этому научилась в Болгарии. Пока все. Ждите следующую серию о моих похождениях в ожидании пенсии. А в комментариях подкиньте ваши идеи.